Первый канал и компания «Телеформат» представляют Проходите, Татьяна Сергеевна. Присаживайтесь, чай. Воды, если можно. К детективу Алексею Насонову обратилась Татьяна Сергеевна Перова. Я вас слушаю. У меня убили сына. Было следствие. И я думаю, милиция задержала не того человека. Я это чувствую. Помогите мне, пожалуйста. А дело уже закончили? Человек, которого обвиняют в убийстве, арестован. Он дал показания, признал свою вину. Ну, вы же знаете, как это бывает в милиции. Там могут надавить, заставить. Я вас очень прошу, помогите мне. Умоляю вас. Я хочу знать правду. Вы успокойтесь. Мы попробуем во всем разобраться. Вы расскажите по порядку все. Все, что вам известно. Ромочка уехал преподавать в провинцию год тому назад. Вначале все складывалось хорошо. Но потом, по его голосу, я стала замечать, что там происходит что-то нехорошее. Я его попросила вернуться. Но он ни в какую. Заупрямился. Говорит, дескать, я там нужен. Детьми никто не занимается. Дети пьют, курят, не слушаются, прогуливают уроки. Ну, зачем он туда поехал? Зачем? Ему предлагали такое хорошее место в гимназии. Детективы выехали в провинциальный городок Заступинск, где произошло убийство сына клиентки Романа Перова. 23-летний Роман Перов решает стать сельским учителем. И после окончания студии находит себе место учителя в небольшом городке. Но ровно через год его убивают. Зверски убивают. На теле свыше 20 ножевых ранений. В убийстве обвиняют соседа Романа по общежитию хронического алкоголика Стебунова. Мотив – личные неприязни и денежный долг. Стебунов, бывший учитель, уволен за пьянство. И вроде бы был должен Роману крупную сумму денег. Интересно, крупная сумма – это у них сколько? Ну, как ты думаешь, сколько может провинциальный учитель одолжить алкоголику? Ну, думаю, что немного. Если, конечно, он не подпольный миллионер-корейка. Ладно, шутки в сторону. Клиентка считает, что расследование проведено халатно. Но никаких аргументов, кроме собственной интуиции, у нее нет. Может, она просто не может смириться с гибелью сына? Отсюда все сомнения. Не знаю. Приедем на место, посмотрим. Федор, глянь по карте, далеко еще? Так, ну, я думаю, через пару часов будем на месте. Через два с половиной часа детективы приехали в Заступинск. Так, вот, средняя школа номер два. Ну, вот здесь и работа убитая. Привет. Не подскажешь, где прокуратура здесь? Сигаретку дай. Да я не курю. А тебе не рановато курить? Тебе какая разница? Ленина шесть через два картала прямо. Спасибо. Неприветливое место. Ну что, поехали? Посмотрим еще, как нас в прокуратуре посмотрят. Нет, нет, даже не просите. Нечего вам здесь делать. Убийца пойман. Чистосердечное есть. Дело закрыто. Ну, позвольте хотя бы ознакомиться с материалом уголовного дела. Не позволю и не обязан. Вы можете расследовать дело в частном порядке, если хотите. Как раз этим мы и занимаемся. Моя клиентка хотела бы знать, на чем строятся факты обвинения. Ей что надо. Она хочет, чтобы убийцу на свободу выпустили. Ненормальная баба. Ну, хорошо. Если вы хотите факты, пожалуйста. Убийство произошло вечером 12 сентября. Ну, где-то между 8 и 9 часами вечера. Именно в это время у подсудимого Стебунова произошел конфликт с убитым. Перов уходил из школы после факультативных занятий с учениками. Слышь, постой. Дай, не надо. Сколько сможешь? Отстаньте от меня. Дайте пройти. Меня похмелится. Я отдам. Верну. Да вы же не просыхайте. Сначала заработаете, а потом тратите. Я бы заработал. Ну, ты же меня подсидел. Работу лишил. Теперь не хочешь дать. В долг. Я верну. Вы мне уже 2,5 тысячи должны. А если быть точным, 2,580. Отдайте хотя бы 2,5. Если вы в течение недели мне их не вернете, я обращусь в милицию. Вам ясно? Все посчитал. Дайте пройти. Жмот. Сумма долга не маленькая для неработающего алкоголика. Да и для работающего учителя тоже. Кроме того, эту сцену наблюдали двое учеников школы. Фролов и Григорьев. Через час после убийства они нашли тело и вызвали милицию. Ребята подтвердили, что Стебунов угрожал историку. Самого убийства они не видели, но это не меняет сути дела. Историк был убит Стебуновым на узкой тропинке, которая ведет из школы к общежитию. Там он нанес Перову порядка 20 ножевых ранений. Ну, потом пошел домой, лег спать. Ночью мы его взяли. Он каяться начал. Ну, в общем, все как полагается. Орудие убийства изъяли? Что орудие? Да выбросил он его. Подарок кучу он канализационных люков, там, я не знаю, мусорные контейнеры. Да хрен его знает, куда этот нож дел по пьяни. А вы осматривали места, которые сейчас перечислили? Слушай, убийца признался, не мути воду. Ты мне дело развалишь, а мне потом за тебя расхлебывай. Что ж, получается, Стебунов целенаправленно шел убивать, а не денег в долг просить. И именно поэтому у него с собой был нож? Ой, ну ты так говоришь, как будто он на медведя шел. Ножик туриста, перочинный, обыкновенный. Экспертиза показала, что длина лезвия небольшая. Ну, имел там человек при себе, там, я не знаю, колбаску порезать, там, бутылку открыть. Да мало ли для чего он у него был. Обычное убийство по пьяни. А можно взглянуть на заключение эксперта? Заключение имеется, но я вам его не дам. А вообще бы на вашем месте я бы еще засветло, знаете, собрался, поехал домой и не тратил зря время. Спасибо за совет, я подумаю. Пошли. Да, мутная история. Дело нам посмотреть не дадут, заключение экспертов тоже. О разговоре со Стебуновым и речи быть не может. Обвинение строится на свидетельских показаниях двух учеников. Орудие убийства не нашли. Его и не искали. Ну, ясно уже, что нам здесь не рады. Ну, ладно, начнем сначала. Начнем со свидетелей, которые дали показания против Стебунова. Я беру на себя Григорьева. Филипп, ты же был свидетелем ссоры учителя со Стебуновым? Ну, мы с приятелем задержались после факультатива. Историк проводил внеклассные занятия для неуспевающих предметов. Странно. Я видел твою фотографию на доске почеты. Что, истории не давалось? Да и то, что бы. Немножко не дотягивал до пятерки. Вообще, мы с Семеном задержались, выходили. Потом историк выходил последним из школы. Тут к нему подскочил Стебунов и началось... Ты у Стебунова нож видел? Нет, нож нет. Мы далеко стояли, потом отвлеклись. Их уже не видно было. Мы просидели еще час и тоже пошли. Той же дорогой, что шел учитель? Да, это короткая дорога через кусты. Стремное место. Там мы и нашли труп. А рядом нигде нож не находили? Нет. Скажи, у учителя, ну, помимо Стебунова, здесь еще враги были какие-то? Да кому он нужен? Вообще не знаю. Я не вникал. Ясно. Ну, спасибо тебе. Если вдруг что-то вспомнишь, позвони. Хорошо. Помощники нашли второго очевидца ссоры Семена Фролова недалеко от школы. Может быть, это просто спички? Ага. Ты видел, в какой поспешности он их спрятал? Ну да. Ты права. С ним надо уметь находить общий язык. Привет. Ну? Он ими выражался. Семен, так нельзя. Ты материшься, куришь всякую дрянь. Я неоднократно вызывал твоих родителей. Но они так и не соизволили. Мать работает. Некогда ей. Если вы хотите, чтобы я из школы ушел, я уйду. Мне пофигу. Мне нужно, чтобы такие, как ты, перестали быть паразитами. Ты куришь, пьешь, шатаешься по подворотням. Значит так. Если ты хочешь получить среднее образование и не стать быдлом, ты будешь ходить на факультативы, как те отстающие. Ты понял меня? Понял. Короче, достал он всех. Все учителя нормальные, входят в положение. Один он красавец. Нормально это те, кому плевать на вас, да? Да не в этом дело. Понимаете, он всем говорил, что мы должны быть людьми. А сам нас тупыми дебилами называл. Обидно. Ясно. Семен, а ваш историк с кем-нибудь общался? Ну, были у него друзья, девушка? Ну, следака, который делал. Жена-училка. Ну, вот вроде она с историком общалась. А дружба у них или еще что-то, я не знаю. К Алексею Насонову обратилась Татьяна Сергеевна Перова. Ее сын Роман был зверски убит неподалеку от школы, где он работал учителем. Мать уверена, что дело расследовали халатно, и суда дожидается невиновный. Следователь отказывается знакомить Насонова с материалами уголовного дела, однако детективы узнают, что обвинение строится на показаниях двух школьников. От пятого хулигана Семена Фролова и отличника Филиппа Григорьева. Алексей Викторович. Нет, спасибо. Юлька. Ну? Зря. Ну, вообще странная дружба между отличником и двоечником, да? Но то, что в этой школе никто не любил историка, это факт. Ребята говорят, что Перов дружил с женой следователя Вероникой. Надо выяснить, с кем она общалась в школе и расспросить этого человека. Поехали. Детектив встретился с учительницей младших классов Марины Анисимовой, подругой Вероники Ждановой. Роман был странный. Немножко не от мира сего, знаете. Он был слишком взаумный, слишком правильный. Даже, наверное, где-то возвышенный. Ну, в общем, зануды. Женщины таких не любят. Используют и бросают. Ну, а как его можно было использовать? Ведь денег у него не было. От мужчины нужны не только деньги. А, я понял вас. Значит, ваша подруга Вероника использовала его? Ну, Рома был молодой, здоровый, непьющий. Что еще нужно 35-летней нерожавшей бабе, чтобы забеременеть? Ага, получилось? А то. Три месяца уже. Ну, так ведь Вероника замужем. Аж да, она бесплодная. А у нас тут на 10 баб, двое мужиков и те алкаши. Вот она и вцепилась в историка. Донора себе нашла. Куда мы катимся? И родить-то неоткуда. Что вы меня так смотрите? Вот вы, например, свободны? Нет, нет. Скажите, а Роман знал, что его использовали, как выразились, донором? Нет. Он любился, как дурачок. Жалко ему. А где вы остановились? Да пока нигде. Может, подскажете, есть здесь приличная гостиница? Вы можете у меня остановиться. Я одна живу. Места хватит. Спасибо, я подумаю. Помощники приехали домой к следователю Жданову, чтобы поговорить с его женой Вероникой. Нет, Вероника уехала к матери. А зачем она вам? Ну, просто мы опрашиваем всех педагогов школы. А Вероника ведь работала с первым в одном коллективе. Извините. Да? Я вообще не знаю, о чем думает ваш шеф. Хотите мое мнение? Ваш учитель приехал сюда проповедовать, а не учить. Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь. Рано или поздно все равно напоролся бы на чей-нибудь нож со своими методами. Помощник установил в доме Жданова прослушивающее устройство. Вероника хотела ребенка и использовала для этих целей учителя. Установили? Да. Ну, значит, слушаем Жданова. Кстати, а где мы будем ночевать? В машине холодно. Я узнавала, тут гостиницы нет. Нас на ночлег пригласила учительница Марина. Это может быть полезно нам. Возможно, она знает что-то интересное. Так что остановимся у нее. Воды горячей в доме нет, нужно греть котлом. Поэтому, если захотите помыться, скажите, я нагрею. Продукты, если что, можно положить в холодильник. Располагайтесь. Спасибо. Я не предупредил вас, что буду ни один. Ничего вы не против? Что вы, конечно, нет. Это ваша жена? Да нет, это коллега моя помощница. Ну, чувствуйте себя как дома. Может, за знакомство? У меня наливочка домашняя. Вот, кстати, познакомься, это мой помощник Федор. Здрасте. Очень приятно, Марина. Ну, так я чайник поставлю. Вы не торопитесь, нам сейчас надо будет по делам уехать. Федор, ты со мной, Юля, остаешься здесь. А чего она на меня так смотрела-то? Ну, пойдем, сейчас я объясню. А ваш помощник, он женат? Нет. Ну, так я за наливочкой. И пироговый спеку. Надо же чем-то побаловать. Я уже год терплю. Сколько можно? Детективы вели прослушку квартиры следователя Жданова. Женой мы живем как соседи. У нас недавно уже ничего нет. Ну что, классика жанра. Жена за порог. У Жданова есть любовница. Ну, выходит, что у Жданова отношения с женой давно уже разладились. Что ж они разведутся? А куда он пойдет? К себе в кабинет? Квартир-то у него нет, сами знаете, не получишь. Живут они у Вероники. Так что после развода она ему пинком под зад. И все. А вы что думаете, что это Жданова Ромку? А что же этого не может быть? Ну, вы, конечно, детективы, вам виднее. Ну, мне кажется, вы не с того конца начали. Искать убийцу учителя нужно в школе. А вы думаете, что ученики? Но за что? Не за что. Просто так. Не любили его. Слишком жестоко. Ой, историки нам, учителям, угрожал, что напишут жалобу в Министерство образования. Что в школе беспредел творится. Хотел школу закрыть, а нас всех без работы оставить. А он творится беспредел? Как везде. Ну, за знакомство. На следующий день с утра детективы снова приехали в школу. Пока Алексей Викторович разговаривал с директором, помощники ждали его в школьном дворе. Очень странная какая-то ситуация в школе. Директор наотрез отказался разговаривать. Что-то здесь нехорошее происходит. Первое, здесь был Белый Вороной, учителем-изгоем. Да, если предположить, что его убил кто-то из учеников школы, это все равно, что искать иголку в Стогисине. Его же все не любили. Начинать надо с парней, которые дали показания против Стебунова. Выяснить, есть ли у них мотив и алиби. В общем, понаблюдайте за ними. А ты, Федор, поговори с Мариной насчет Григорьева и Фролова. Алексей Викторович, вы уж лучше сами. Она же мне проходу не дает. Я всю ночь глаз не сомкнул, оборону держал. Как-то очень не хочется донором становиться. Ладно, я сам с ней поговорю. Здравствуйте. Уделите мне пять минут? Конечно, пожалуйста. Скажите, а вот что за отношения между ребятами, между Семеном Фроловым и Филиппом Григорьевым? И как они с историком общались? Ну, один отличник, другой был бес. Что их сблизило, не знаю. Но они с недавних пор друзья. Семен в свои 15 почти алкоголик уже. А Григорьев? Григорьев полная противоположность. Он из приличной семьи. Мама его в этой же школе математику преподает. Не знаю, важно это или нет. Ну, вы говорите, говорите. Григорьев идет на медаль. Он хочет в какой-то московский вуз поступать. А Роман ему сказал, что пока он работает в школе, отлично по его предмету Григорьев не получит никогда. Григорьев его даже матом обложил при всех. Вот как? А давно это было? Полгода назад где-то. Из-за чего они сцепились, точно не скажу, но... уверена, что из-за оценки. Так, Фролов отдал Григорьеву деньги. Интересно, за что? Может, просто занимал? Ну, ситуация, прямо скажем, непростая. Вся школа не любила Перова. А Фролов с Григорьевом особо его ненавидели. Вот-вот, ладно Фролов, но Григорьев, у него, кажется, и семья благополучная, и впечатления он производит приятные. Алиби на момент убийства нет ни у того, ни у другого. Ты вообще странная дружба, да? Да есть объяснение этой дружбы. Я была дома у Семена и разговаривала с его сестрой Наташей. Я ничего не знаю. Про его дружков у него самого спрашивают. У нас разная компания. Привет. Подходи. До свидания. Григорьев влюблен в нее, и поэтому часто бывают у них дома. Теперь понятно, почему они подружились. Да мне кажется, мы просто зря время теряем. Стебунов же признал свою вину. Нечего нам здесь больше делать. Поехали домой. Да нет, задержимся еще на денек. Мы наблюдаем за ребятами. Если версия тупикова, и они ничего не скрывают, тогда уедем. Помощники ожидали появления Семена Фролова, но неожиданно стали свидетелями странного поведения его сестры Натальи. Да какая разница? Мы же братца ждем. Ого, смотри, она в тапочках вышла. Посмотри на ноги. Да, и под пальто что-то прячет. Марина, что-то случилось? Да вот, отняла у шестиклассника коробок с травкой. Кто-то же ему дал, кто-то же из своих. Вы у директора были уже? Да иду к ней. Вы думаете, это первый раз? У нас тут что угодно можно купить. И первач, и черта лысого. А у вас есть какие-то версии, кто мог это принести в школу? Кто угодно, я не знаю. Да, слушаю. Ну, посмотрите, что там, и держите меня в курсе. К детективу Алексею Насонову обратилась Татьяна Сергеевна Перова. Ее сын и учителя нашли недалеко от школы с 20 ножевыми ранениями. Женщина уверена, прокуратура халатно расследовала дело, и суда дожидается невиновной. Детективы выясняют, что к убийству могут быть причастны подростки Семен Фролов и Филипп Григорьев. Кроме того, подозрительно ведет себя сестра Семена Наталья. Алексей Викторович, мы, похоже, нашли орудие убийства. Да, конечно, все сделаем, не переживайте. Ну что, звоним следователю и везем ножик на экспертизу. Девчонку убила? Или все вместе. Экспертиза показала, что на лезвии ножа кровь убитого Перова, а на рукоятке отпечатки пальцев Натальи. Наташа, расскажите, как вам попал нож, которым был убит учитель Перов? Я шла в школу, увидела в траве нож, ну и подняла оздору, а на нем кровь. Хотела милицию отдать, но испугалась, потому что у меня всех собак нависит. А когда это было? В том-то и дело. Это было на следующий день после убийства Перова. Ну, мы с ним тоже в Кондропоре. А в вечер убийства вы были возле школы? Нас интересует время с 8 до 9 вечера. Нет, кажется, я была в это время дома. Наташа, кого вы покрываете? Брата или Григорьева? Это Григорьев убил историка и попросил вас спрятать улику? Нет. Тогда брат, это он принес в дом нож. А вы решили избавиться от улики после разговора с моей помощницей? Нет, я нашла нож случайно. Наташа, прекратите покрывать преступников. Вы понимаете, что с ножа стерты все отпечатки пальцев, кроме ваших. Это очень серьезная улика против вас. Да, влипла ты, девочка. Ну, чего вы добились? Вы хотите, чтобы алкоголика выпустили, а девчонку упекли? Эх. Ну, давай, рассказывай. Как допек тебя историк и как ты его убила? Семену нигде не разбежал. Молодцы, ребята, подставили девчонку, а сами в кусты. Ну, кто все-таки убийца? Семен или Григорьев? А может, она действительно нашла нож? Да я не знаю пока, но то, что девчонку не убивал, это точно. Я думаю, что либо Семен, либо Григорьев. Да не верю я в их дружбу. Их связывает явно какое-то дело. Мы видели, как Семен передавал Григорьеву деньги. И еще мы видели у Семена спичечный крабок. Может, наркотики? Спичный крабок? Посмотри, вот такой. Ну, вы не обратили внимания, думали просто спички. Или травка, как у ученика шестого класса. Значит, говорите, Семен Григорьеву передавал деньги. А что, если Григорьев дилер? Так, ладно, я в школу скоро буду. Мне нужна подробная распечатка всех телефонных звонков Фролова и Григорьева за 12 сентября. Хорошо, сделаю. Марина, а вы могли бы показать мне ребенка, у которого вы забрали коробок с травкой? Вы знаете, за ним приехали родители и куда-то его увезли. Но я кое-что для вас вспомнила. Значит, 12 сентября вы вернулись домой в 7 часов вечера. Отпустите ее. Она ни в чем не виновата. Выстраивайтесь в очередь. Устроили тут цирк. Сестра брата покрывает брат сестру. Тут вам не детский сад. А тюрьма не пионерлагерь. Ясно? Наташа ни в чем не виновата. Это я принес нож домой. Хотел спрятать. Это я убил историка. Помните, вы спрашивали про отношения Григорьева с историком? Был один инцидент незадолго до убийства. Роман говорил, что у него есть какая-то информация, которая может опозорить всю школу. Я устрою скандал. Сюда приедет комиссия. Мало никому не покажется. Испугал? Тебя не защитит ни твоя мать, ни директор. Сюда приедет комиссия. Я добьюсь правды. Тогда я его словам не придала значения. Все знают, что Григорьеву завышают оценки. Мама, учительница. Ну, чтобы это опозорило школу. Я думаю, что он имел в виду совсем другое. Слушай. Так, я понял. Ну, хоть в одном совесть заговорила. Попроси следователя, чтобы он привез Семена к школе. Давай. Марина, вы не поможете мне? Надо найти Григорьева. Да, конечно. По просьбе детектива все участники событий собрались в школьном дворе. Испугались, что вовремя не сдали в милицию. Ну, и все закрутилось. Семен, ты же не убивал учителя. Его убил Стебунов. Меня удивляет ваша упрямость. Вы не хотите признавать очевидного. Вы обвинили в убийстве невиновного человека. Ой, не морочите мне голову. Пуаро нашелся. Молодые люди, а откуда вы наблюдали ссору Перова со Стебуновым? Ну, где-то здесь. Тогда такой вопрос. Вот распечатка ваших телефонных звонков. Вот, смотрите. Звонки Григорьева-Фролову. 20 часов в 20 минут. В 20.23, в 20.27. После чего звонки прекратились. Вот теперь скажите, если вы были рядом вместе, зачем вы созванивались так часто и разговаривали по несколько секунд? Я не помню. Просто дурачились. А мне кажется, что один из вас находился здесь и наблюдал за историком. А другой поджидал его там, в кустах, в укронном месте, чтобы внезапно напасть. Какой тогда мотив убийства? Просто так убили? Перов узнал, что Григорьев распространяет в школе наркотики. За это и был убит. Кстати, что у тебя в карманах? Ну-ка, покажи. С какой-то стати? Кто вообще такой, чтобы мне здесь указывать? Давай, давай, выворачивай карманы-то. Ладно, ладно. О, знакомый коробок. С призывом идти на выборы. Откуда он у тебя? Так он полгода назад в предвыборном штабе мэра работал. Посмотрим, что у него. Пустой коробок. Что? Облом? А вот точно такой же коробок. Изъят у ученика шестого класса. Только с наркотиками. Экспертиза покажет, что находилось в нем. Возможно, отпечатки пальцев удастся снять. Какая-то ерунда. Семен, ты ведь убил своего учителя, но скорее не по своей воле, а с подачей Григорьева. Он же сражает тебя наркотиками. Вы быстро договорились? Убил. И не жалею. Понял. Уже идет. Помоги! Мы планировали учителя грохнуть. Несколько дней подкарауливали, все, духу не хватало. А тут Стебунов приперся, и все так удачно сложилось. Да кого вы слушаете? Убил пусть сам отвечает за свои поступки. Я никого не убивал. А наркотики еще доказать нужно. Григорьев, да ты виноват в убийстве, точно так же, как твой друг. Да никакой он мне не друг, я тут вообще ни при чем. Еще как при чем? Он всю школу наркотой снабжает. Да пошел ты! Очкуешь, гад? Вместе решили учителя грохнуть вместе и на зону. Пойду. Фролова и Григорьева осудили за умышленное убийство. Кроме того, Григорьев получил срок за распространение наркотиков. Редактор субтитров А.Семкин